Привет всем, ребят! Я должен представиться сначала. Меня зовут Ваня, я программист. Если говорить серьезно, я работаю в Instant Tools порядка уже 10 лет, вот, работаю в Java Unity. Так случилось, что я связал свою жизнь когда-то с Java, и теперь мы, в общем-то, неразлучны, вот. Но не об этом сейчас. Давайте тогда плавно перейдем к теме нашего доклада, вот. И я ее сформулировал так, как архитектурная культура в разработке программного обеспечения, ну или я въезжаю в стройку, неформальная такая часть, вот. Вот. Что хотелось бы сказать прежде, чем начинать, скажем так, рассуждать на эту тему, это, наверное, о том хулеваре, который может крутиться вокруг этого всего вопроса. Как бы все мы знаем, что архитектура системы, которая сделанная, выверенная, да, перед самой непосредственной разработкой, нам очень хорошо помогает в процессе разработки. Но так не бывает. Это, знаете, такая сказка. Вот. А если у кого-то так было, было бы здорово, чтобы вы хотя бы подняли руку. Вообще-то вы так работали, вы пришли на работу, у вас новый проект, и вам говорят, смотри, вот здесь вот архитектура, значит, вот ты с ней познакомься, вот тут у нас такие-то там базы будут использоваться, вот тут так вот прототипчик готовый, вот смотри, осталось только немножко тут расширить функциональность, написать бизнес-логику, и готово. Я вижу, что лес рук. Сори, у меня зрение плохое, я не вижу. В общем, в этом и проблема, что все на это надеются, особенно на это надеются молодые разработчики, и они, знаете, вызывают бурю негодования в связи с этим. Вот. Есть второй лагерь ребят, я бы так сказал, инженеров тоже, да, которые считают, что какая-то там архитектура, как бы нет времени ждать, нам нужно уже писать, вот, но опять это приводит к немного иным последствиям. Если первые последствия, да, то это дорого для заказчика, да, неважно, это будет компания, которая делает продукт, да, она в принципе так должна делать, нет, наверное, продуктовая компания так и делает, вот, но чаще всего, ну, я, в принципе, тоже работаю в ауссорсинговой компании, где мы все-таки подстраиваемся под заказчика, пытаемся сделать, как-то, построить решение таким образом, чтобы он видел уже затраченные свои денежки, вот, то есть прошел месяц, мы что-то показали, прошла неделька, мы что-то показали, вот, как-то так, то есть вот мы определили, получается, есть одна сторона, да, когда все ждут архитектуру, и все плюются, вот, нет ее, да, с чего начать, мы не знаем. Есть другая сторона, когда все написали, написали какой-то код, да, вот, или бросились писать сразу что-то, делать, исходя там из своего, как бы, мировоззрения, может быть, или понимания того требования, которое нужно было реализовать, тех требований, да, вот, эта крайность тоже не приводит ни к чему хорошему, вот, но, ну, сами понимаете, к чему, потому что в итоге эта штука не подходит, да, вовсе. Итак, собственно, об этом мы должны будем поговорить. А как, собственно, делать, как решать задачу построения архитектуры, как решать ее так, чтобы было, ну, как-то, целесообразно, культурно выглядело, да, и вообще комфортно было как для разработчиков, да, для команды своей, так и для человека, который, собственно говоря, вкладывает деньги, дает возможность людям делать что-то, да, вот, в этой ситуации, как и в подобных ситуациях, есть промежуточный вариант, вот, и о нем мы сегодня с вами поговорим. Но прежде чем мы начнем говорить, я бы хотел вот объявить в таком небольшом дисклеймере, вот, о чем мы сегодня не будем говорить, да, то есть, сори, ребят, кто тут про джаву пришел послушать, вот, вообще тут не про джаву, то есть мы сегодня не будем рассматривать преимущества какие-то, там, да, или недостатки, там, каких-то архитектур, я имею в виду, там, знаете, микросервисная архитектура, там, монолиты, да, а также мы не будем вести речь про какие-то конкретные языки, там, технологии, да, преимущества одних над другими, и вот мы будем файтиться сейчас в кое-чем другом. Также я, как бы, вот этот материал, который подготовил сегодня для вас, вообще говоря, потом немножко расскажу, как мы будем работать сегодня, я не присваиваю себе никакие авторские права над этим излагаемым материалом, весь материал доступен в интернете, вот, я лишь как-то, не знаю, попытался аккумулировать свои знания, да, для того, чтобы немножко расшарить для вас ничего неочевидного, и в то же время вот это вот, казалось бы, простое, да, является очень сложным для начала работ над каждой системой. Таким образом, мы с вами поговорим о варианте, когда проектирование не является краеугольным камнем, а используется для поиска каких-то компромиссов в нечетких требованиях нашего заказчика. Ну и с чего же нам начать, да? Нам нужен план. И перед тем, как мы вот начнем говорить по пунктам этого плана, да, я бы хотел бы немножко так, я вообще говоря, думал, да, как провести этот доклад. У меня были идеи, ну, окей, это доклад, да, будут сидеть люди, я буду им что-то рассказывать, они будут хавать, вот. И там, ну, это как бы не клево, да, потому что метап вроде бы как бы не доклад, да, доклад это что-то, короче, из СССР, там, я не знаю, научная работа, да, и там подобное. Вот. Хотелось бы немножко сменить формат и сделать это, знаете, как совместная работа. То есть, во-первых, она будет для нас всех интереснее, да, потому что каждый из вас будет включен в эту работу, ну, каждый желающий, по крайней мере. Вот. У каждого будет такая возможность. А во-вторых, не я один тут буду отдуваться, а мы с вами все вместе, да, сейчас что-то будем здесь рисовать, вот. И я бы еще хотел так немножко мотивировать, добавить интереса. У нас есть еще небольшие призы, вот, и там пяти самым активным участникам мы бы с удовольствием подарили что-нибудь такое интересное, да. Поэтому, ребят, я понимаю, что вы устали после работы. Давайте расслабимся и немножко почешем лясо, да. Вот. Итак, таким образом, по нашему плану мы для начала рассмотрим какие-то критерии хорошей архитектуры, да, уже настраиваемся. Посмотрим декомпозицию, вот чуть такое вообще, зачем она нужна, кому. Посмотрим вопрос связности компонентов, модулей, да. Вот. И рассмотрим, в общем-то, какой-то там, я не знаю, да, я назову это мое видение, да. Мы потом поспорим, какое оно у вас, вот. Может быть, в других компаниях как-то это по-другому происходит, да. И вы расскажете мне, например, да, или вы узнаете что-то новое от меня. Вот. Мы посмотрим жизненный цикл стройки, да. Окей. Ну и для начала давайте про критерии хорошей архитектуры. Может кто-нибудь по формату, я бы просил бы, знаете, так не кричать просто из зала, поднимите руку, кто знает какие-то критерии хорошей архитектуры, и мы их сразу же будем фиксировать. Вот парень там. Прозрачность. Прозрачность в архитектуре. А можно еще, помимо того, что мы будем каким-то образом фиксировать эти вещи, да, дать какой-то контекст. Давай пометим эту штуку. Прозрачность. Окей. Простота есть, да, у нас. Прозрачность, простота. Окей. Что еще? Расширяемость. Хорошая штука. А расширяемость, это что иметь в виду? Масштабируемость. А вот, когда даваясь будет новая фичка, она не вписывается на пустарое качество. Потому что это не потенциально вписывается. Ну как это можно сказать, может, другими словами? Гибкость. Гибкость, да? Согласен. Окей. Давай запишем. Гибкость. Гибкость. Я понятно вообще пишу? Да. Супер. Гибкость. Документированность. Документированность. Тоже очень короче. Даже если она утрачена, то могут быть какие-то документы, к примеру, и дерки, которые описывают почему такие решения были приняты для последующих разработчиков. Документированность. Супер. Это нужная штука. Ее очень часто не хватает. Как входит, так и знаете, сами где в Вики, да? Спасибо. Обоснованность входит в документированность. Обоснованность? Да, то есть что-то я не знаю. Компонент архитектуры или решение, оно должно быть... Ну, архитектура, наверное, на чем-то строится. Универсальность. И мы можем, в принципе, многие архитектуры клиентированную все равно подгонять под какой-то там один шаблон. Реализация ее там будет, ну, это детали. Окей, универсальность. Уже такая простая вещь. Тестируемость. Тестируемость? Да, она должна позволять тестировать, потому что бывает так, что вроде бы как все просто, но протестировать это вообще никак. Окей, тестируемость. Супер. Что еще? Масштабируемость. Хорошая штука, масштабируемость, что имеется в виду? Системы просто, да? Так? Масштабируемость системы. Я понимаю, правильно? Ну, просто я... Окей, давайте, масштабируемость. Что еще? Все, давайте. О, смотрите. Неопределенность? Распределенность. А распределенность к архитектуре как? Еще раз. Я просто извиняюсь, очень плохо слышно. Постарайся просто громко сказать. Это какой-то тип архитектуры там, да? Что-то такое, распределенность. Это критерий хорошей архитектуры? Это просто критерий. Это просто какой-то критерий. А мы говорим про... Ну, смотри. То, что бы идентифицировало как вот это хорошо, а это... Так, распределенность, оно больше, наверное... Ну, чисто, извини, я могу записать эту штуку. Вот. Но мне кажется, распределенность это больше к какому-то там, знаешь, свойству или типу архитектуры, да? Окей. Это опциональное ответное. Да, да, да. Это не признак. Давай, чтобы она вообще работала. Отказывай с ночью. Работа непословенность. Серьезная заявка вообще. Да. Консистенция и целостность данных. Вольсенство, хотя и целостность данных. Целостность данных. Консистенция. А, консистенция можно добавить? Ну, здесь как теоретно. Как? Целостность данных. То есть, если мы где-то данные поменяли, то они должны быть поменены как во всей системе. У нас не было запасывания данных, что-то еще. Изменения данных. Это очень важно для масштаба системы. Если мы в одном месте поменяли, что значит, нам должно быть как бы гарантируно, что в другой системе эти данные должны быть. Я не понимаю проблемы, но я сейчас запишу. Консистентность данных. Окей. Она должна быть производительной. Должен быть high performance обязательно в системе. Хорошо. Может быть, там безопасно, да, должна быть? Поддерживаемость. А? Поддерживаемость. Поддерживаемость. Сопровождаемость, да? Поддерживаемость. Окей. Давай сопровождаемость. Мы с вами определяем пока критерии, да? Ну и давайте вспомним о таких критериях, как эффективность. Что это такое? Совокупность. Совокупность нескольких критериев, таких как надежность, безопасность, производительность, да? Масштабируемость. Эффективность. Система эффективна, когда она надежна, безопасна, масштабируема, да? И производительна. То есть мы можем вещи объединить, так? Речь шла про гибкость системы. Что такое гибкость вообще? Это добавление новой функциональности. Вот то, про что вы говорили, так? Возможно, быстро адаптироваться. Ну да, то есть вот жила-была тебе система, нужно добавить новый модуль, там экспорт какой-то, да? Импорт. Мы просто его берем, добавляем. И, в общем-то, система как жила-была, просто добавили там, как это называется, кирпич, да? И она живет с этим кирпичом. Как там, например, на интернете есть, а потом можно было бы выкладывать с кирпичом? Ну вот детали. Да, да. В принципе, да. Гибкость. Окей. Расширяемость мы с вами добавили. Нет, да? Расширяемость. Расширяемость. Про расширяемость системы, я думаю, знаешь, о чем речь? Гибкость – это значит иметь возможность там менять систему. Расширяемость системы имеет возможность… Ну, более чем. Да. Расширяемость системы, я думаю, что это масштабируемость. Есть еще такая штука замечательная. Там ребята говорили про масштабируемость. Есть масштабируемость процесса разработки. Вот, это тоже клево. О чем здесь, значит, речь, это когда мы придумали такую архитектуру, неважно, маленькая она, большая, да, но работы по этой архитектуре мы можем производить параллельно, да, разбить там, команде дать там какие-то задачи, да, они там пишут, что-то модуль там отгрузки, кто-то загрузки, кто-то там экспорта и так далее. Окей, тестируемость, понятно, возможность повторного использования. Там у нас было что-то вроде переиспользования, универсальность, да? Окей, универсальность сюда подходит. Отлично. То есть мы, вообще из вас кто-нибудь еще пишет код, вот, или просто берете модули, закидываете, и все. Менеджеры системы. Менеджеры системы. Ну, на самом деле, это частая задача, я думаю, вы часто, особенно в Дукензе там сталкивались. Есть какие-то куски, да, там, я не знаю, конфигурации там, например, ну, возьмем, как пример, аутентификация, да? Довольно частая задача, вот, у вас там 10 проектов сделанных, да, вы просто взяли там, нам нужна аутентификация какая? Ну, давай возьмем вот эту. Окей, взял, закинул и ура, работает. Круто, когда можно так сделать. Тогда не нужно тратить время и деньги заказчика, правда? Супер. Хорошо структурированный читаемый код. То, что говорил Дима, да? Да, это у нас речь про документированность. Мы сопровождаемый код. Да. Я надеюсь, каждый из вас занимается этим, вот, потому что если нет, то, ну, как бы, это очень плохо. Вот, есть, как это, методологии, да, разработки, которые, я так думаю, что тут не от языка зависят, которые заставляют людей писать документацию как вики общую, да, так и в коде, в общем-то. Что это там за класс, метод и так далее и тому подобное. Окей, разобрались по критериям хорошей архитектуры. Мы все их отлично знаем, да, и я так надеюсь, вы все их используете, да? Конечно. Я забыл о себе немножко рассказать. Я, кроме того, что программировать люблю, еще когда-то начал смотреть такой сериал. Это началось с первого сезона и длится до сих пор. Я не знаю, когда он закончится. Я даже не знаю, почему я его до сих пор смотрю. Но я смотрю его. Вот. И поэтому эта штука, мне кажется, очень такая очевидная с мемами про Карла. И они меня почему-то все время вставляют. Речь, в общем-то, про, знаете, такую типичную ситуацию, да, когда у нас необходимо что-то добавить, да. И здесь вот смешно, когда мы отвечаем, что нужен месяц для этого, хотя на самом деле там какой-то модуль там займет, не знаю, там день, два, ну, грубо говоря, неделя, да, это обычно какая-то там серьезная задача. Вот. Чтобы так не получалось, да, нужно знать и врага в лицо, да. То есть критерии нехорошей архитектуры. Их там довольно мало, на самом деле. Это не просто оппозиты вот этих вот, которых мы назвали, да, сейчас мы их запишем. Нет, их там всего пару штук, вот. Поэтому кто-нибудь знает, вот, что такое плохо? Избыточность. Избыточность. Вы на антипаттерн, что ли, используете? Не обязательно, но, в принципе, знаешь, такой антипаттерн, когда ты пишешь какой-то код, который влияет почему-то, или бизнес какой-то код, да, который влияет там на всю систему в целом. И потом этот код размазался там везде, да, как макароны. Вот. И тебе нужно внести изменения. Упс. И возвращаемся к предыдущему слайду, да. Вот. Да, вроде как антипаттерны или антиподходы, да. Если мы говорили про гибкость, да, то это не просто там жесткость, да. Что ты имеешь в виду про жесткость? Ну, в общем, есть жесткость. Жесткость, когда код тяжело поменять у нас, да, вот, потому что любое изменение кода зачастую влияет практически на всю систему. И получаем мы очень серьезные сроки непонимания нашего любимого заказчика, вот. А таковыми мы тоже можем в какой-то момент являться. Вот, мало ли там стартапчик какой-то запилить. Окей. Дальше. Есть еще такое, скажем, понятие системы как хрупкость. Когда мы вносим какое-то изменение в какой-то модуль. Ну, представим опять модуль экспорта, господи. И это изменение, например, повлияло на модуль импорта. Как? Да? Ну, вот как-то так. И вы потом это объясняете кому-то. Я не знаю, были ли такие случаи у кого-то вообще. Вы сталкивались с такими проектами, там, вот индусы писали. Вот. Нет? Ну, прям вам всем везет. Окей. Это образно. Я имею в виду, вы понимаете прекрасно, да, что есть какой-то там функционал, да, который просто вот размазан по всей системе и с этим ничего не поделаешь, кроме как, либо, как это все говорят, давайте перепишем систему, потратим еще кучу денег, да, либо давайте мы будем сейчас что-то менять. Нет, мы зачастую это все дело пытаемся поддерживать и никто ненавидит, вернее все ненавидят эти проекты, да. Ну, это жизнь. Окей. Есть еще такое понятие opposite к нашей универсальности, да, это неподвижность. Вот. Это когда мы код, ну, не можем переиспользовать, да, потому что он завязан опять какой-то бизнесом, мы залазим, да, когда у нас система не выглядит там, как, я не знаю, ну, пример там, не трехслойная архитектура, да, вот, а все наши слои смазаны в один, там целая куча ифов, какие-то объекты рождаются, из одного там, я не знаю, из экспорта объект там используется для импорта, потому что так получилось, так захотелось и так проще, мне лень было класс писать. Вот. Разобрались, в общем, неподвижность. Это Ниган. Вы знаете Нигана? У нее есть подруга Люсиль, это дубина. Вот. Но так не стоит делать, да. Смотрите, ребят, давайте разберемся вообще с вопросом, что такое декомпозиция. Декомпозиция компонентов, модулей. Вы сталкивались вообще с вопросом на начальном этапе проекта или там задачи какой-то, да, неважно, плохой проект, хороший, вам задачу надо сделать. Вот. И перед тем, наверное, как оценить даже что-то, да, самое тривиальное, ну, там, оценку сделать, да, сориентировать, когда будет готово, вы, ну, как бы не понимаете сходу сложность, да, и, наверное, пытаетесь декомпозицию сделать. Знаете, что такое декомпозиция, да? Все делали. Супер. Так вот, кто-нибудь знает, что делает задача декомпозиции, кроме снижения сложности? Возможность абстрагироваться на абсолютно любой уровень, на твоей, собственно, где-то декомпозиция. Абстрагирование, ну, это вообще говоря, сама декомпозиция. Я имел в виду, помимо вот снижения сложности системы, что она дает для нас? Распределение ответственности. Распределение ответственности. Ну, как бы, да, 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 я согласен. Ничего не скажешь. А? 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 А, да, еще вот из этих вот свойств, можем мы что-то приплести к нашему, к нашему, к нашему декомпозиции? Универсальность. А? Универсальность. Ну, в какой-то мере, если смотреть на картинку, вот, есть гибкость, правильно? Вот, мы в декомпозированную систему можем, в хорошо декомпозированную систему можем прекрасно понимать, как добавить или изменить какую-то, ну, ту или иную функциональность, реализацию, правильно? На примере того же автомобиля, да, мы здесь видим легковой автомобиль, у нас может быть грузовой автомобиль, у него там, к примеру, другой двигатель, да, в двигателе другие клапана, у них другие технические характеристики, но, в принципе, это, там, клапан, например, да? Вот, хорошо, декомпозиция может давать нам возможности масштабирования. Да? Да, отлично. Мы знаем, что такое декомпозиция, да? На самом деле, в декомпозиции, тут опять у меня что-то, да? Знаешь, почему? Игра престолов. Да, это второй сериал, который я смотрю. Вот. Они сезон пропустили, вот за что. На самом деле, в декомпозиции есть еще, скажем так, два вида, да? Есть декомпозиция иерархическая, да, вот мы там смотрим на задачу, систему и пытаемся пойти сверху вниз, да, когда мы, окей, эта система, у нее там будет там несколько модулей, дальше каждый модуль там делает какие-то задачи. У него там, и потихоньку-потихоньку мы спускаемся ниже-ниже, тем самым дробим ее на более мелкие части, каждую, каждый из модулей, да, там пакеты, классы, вот, и так далее, и тому подобное. Вот. Это иерархическая декомпозиция, да? Чем хороша иерархическая декомпозиция? Ну, опять же, я картинку такую попроще какую-то, да, выбрал. Вот смотрим машину как система, вот. Машина как система, опять же, состоит из нескольких частей. Это часть двигателя, там, кузова автомобиля, да, и там шасси, да, которые в свою очередь там, шасси подразделяются там еще на несколько частей. И каждая из этих частей, вот, представляется в виде какой-то, в виде какого-то модуля, системы, да, и более мелко раздробленной части, да. Вот. Поэтому не стоит начинать делать иерархическую композицию путем дробления, там, или создания, там, сотни классов, да, и потом пытаться, там, как-то подняться вверх. Лучше идти как-то от общего к частному, да. Окей, с этим тоже понятно. Да ладно, я только начал. Окей, есть еще функциональная декомпозиция, я сейчас просто буду быстрее говорить. Функциональная декомпозиция — это деление на модули и подсистемы, да, когда мы представляем какую-то часть системы как модуль. А модуль — это единое целое, это как подпрограмма, да. Просто представьте себе, окей, наша система состоит там из возможностей экспорта, импорта, модуля аутентификации, да. Мы их можем просто раздельно написать, а потом где-то соединить, да. То есть будет какой-то, не знаю, там, медиатор, например, да, который просто будет работать с этими всеми модулями и выполнять через там, для клиента через фасад, да, какие-то там действия. Да. Вот. Поэтому функциональная декомпозиция — это скорее разбиение нашего, скажем так, представления, нашей задачи, да, на какие-то модули, вот, и на деление их какими-то функциями. То есть там функции плюс данные, вот, необходимые для выполнения, да, этого модуля. Модуль — просто произвольный кусок кода или осмысленная программная единица, да, которая может выполняться как с системой, так и, в общем-то, без нее. Просто взяли этот модуль, используем где-то там в сторонке, как отдельную программу. Окей. Функциональная декомпозиция. Здесь опять у нас возвращается наша машина замечательная, да. Она возвращается потому, что нам стоит поговорить про, что из себя представляет, например, в рамках модульной декомпозиции, да. Мы можем рассматривать двигатель как модуль отдельный, да. То есть мы взяли двигатель, поставили в другую машину, такую же или чуть-чуть другую, но туда подходит, да, просто ничего не меняя, и это заработало. Соответственно, что нам вообще позволяет, для чего это нужно сделать, как вы думаете? Ну, на размере, на модули можно потом повторно использовать в других программах. А громче скажите, кто-нибудь. Повторное использование появляется, возможность нормального описания, тестирования по отдельности этого всего. Да, на самом деле, такую штуку, знаете, как отдельный модуль, одному человеку как-то проще понять, в любом случае. Когда тебе приезжает автомобиль, ты берешься за голову и чешешь. Почему у нас вообще есть автомеханики, которые разбираются только в двигателях, а не просто «я разбираюсь в машинах», да. Точно так же и программисты, в принципе, разбираются в каких-то частях. Это не значит, что он прям, я только там в аутентификации разбираюсь. Да нет, просто ему проще работать над одной задачей, нежели там на всей системой, которую ему нужно разрабатывать, да. Мы так вот и разбились, получается. У нас есть команда, 2, 3, 5, 12 человек, вот, каждому отдали по модулю, они с ними работают и прекрасно там себя чувствуют, люди, в модуле тоже. Окей. Связь между компонентами. Я считаю, что самым главным критерием качества разбиения, вот этого декомпозиции нашей, да, является то, насколько модули сфокусированы над решением своих задач, насколько они независимы друг от друга. Вот. Обычно это формулируется таким образом, что модули, полученные в результате декомпозиции, должны быть максимально сопряжены внутри, да, сейчас сколько-то уже начнут понимать, что у меня, да, и минимально связаны с друг с другом. Вот. Что это значит? Зачем? Ну, опять же, для того же, чтобы брать эти модули, работать с ними, не зависеть от другой части команды, да, на проекте и так далее и тому подобное. Правильно? Окей. Связь между компонентами. Есть такое понятие высокая сопряженность и слабая связанность. Знакомы, да, вам эти термины? Вот. Высокая сопряженность характеризует степень, которой задачи, выполняемые модулем, связаны друг с другом, да. Связанность, слабая связанность, означает, что модули, на которые разбивается система, должны быть или полностью независимы, да, или, ну, как-то очень слабо-слабо зависимы. Например, там, обмен сообщениями, ну, как-то. Вот. Здесь хотелось бы сказать, что все знают, что такое декомпозиция, да, все ее делают, да, но вы, наверное, представляете, когда вы уже начали проект, вы сделали декомпозицию, и вы когда-то вот во что-то упираетесь. Вот. Потом уходит очень много времени, и вы понимаете, что цена ошибки – это, в общем-то, слабая или недостаточная декомпозиция, да. То есть, как по мне, декомпозиция – это своего рода некоторое искусство, да, и гигантская проблема для многих программистов. Почему? Ну, потому что мы не любим даже с банального придумать там имя класса, да, вот, это сложно, вот, потому что класс или имя чего-то должно быть очевидное, прозрачное, да, и говорящая о том, что он делает, да. Да. Вот. Декомпозиция также, собственно, то, для чего она и нужна, да, вот. Так простота этой задачи получается у нас довольно-таки обманчива, вот, и последствия, с которыми мы можем столкнуться в результате плохой, неправильной декомпозиции, они чреваты, ну, большими, скажем так, финансовыми вложениями, трудозатратами и вообще недовольными людьми на проекте. Это самое, наверное, главное, да, вот, потому что все хотят делать свою работу хорошо и все хотят любить ее делать, да. Хорошо. Делать декомпозицию важно задавать себе, наверное, несколько вопросов. Вот. Какую функцию выполняет ваш модуль, да? Насколько его легко протестировать? Вот. Возможно ли использовать модуль в другом окружении? Как сильно изменения одного модуля отразятся на других модулях? Вот. Это такие основные наводящие вопросы, которые заставят вас призадуматься, а достаточно ли вы там провели разбиение? Отвечая на вопрос Дэрила, можно, просто нужно напрягаться. Вот. Давайте поговорим, что мы имеем на практике. На практике у нас есть, а вы видите, да? Интерфейсы. У нас есть на практике интерфейсы, есть такое понятие, как dependency inversion. Мы сейчас расшифруем. Что это такое? Это не injection. Нет, 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 не путайте. Вот. Замена прямых зависимостей на обмен сообщений, композиция вместо наследования. Окей. Интерфейсы. Вы знаете, что это такое. Только прошу не путать, потому что я очень сильно часто сталкивался с такой штукой, что вот зачем нам интерфейс просто для того, чтобы был, да? Я просто колбашу, потому что все так пишут. Нет, нет, нет. Это не так работает. Типовая задача. Давайте вот сегодня буквально у меня прям на проекте был вопрос такой, связанный с модулем репортинга проблем, да? Есть модуль репортинг проблем, окей, он репортает проблемы там куда-то, да? В какой-то сервис. Но вообще-то у нас по планам, это как стаб, да? Стаб-заглушка, да? Но мы собираемся вообще-то там мигрироваться на нормальный сервис, где уже будем использовать сервис заказчика для того, чтобы в его там инфраструктуре это все делать. Вот. А каким образом, да, это сделать? То есть у нас есть, грубо говоря, интерфейс, который мы можем дернуть, да? Интерфейс, наверное, клиента, да? Этого клиента этой системы, куда мы будем это все трекать, да? Вот. Ну, собственно, реализация у нас пока временная какая-то используется, да? Соответственно, для того, чтобы расширить в дальнейшем, да, мы просто можем подкинуть другую реализацию. Что мы здесь имеем? У нас здесь есть инкапсуляция, да? Есть абстракция и полиморфизм. Я думаю, все это знают. Вот. То есть интерфейсы нам сразу сходу дают это все. Круто. А модули, модули, модули. Давайте тогда dependency inversion. Вот. Все помнят пять принципов solid, да? Так вот, dependency inversion – это наш последний принцип, пятый. Вот это D, да? Это корректное создание и получение зависимости. Вот. Каким образом мы, в общем-то, это можем сделать? Или как это вообще понять? Что значит корректное создание, получение зависимости? Как вы этим пользуетесь? Это вот мы все время там на интервью даже, да, там спрашивают нас, что гусолит? А вы такие все, ла-ла-ла, рассказали. Ну, давай. Это, насколько мне кажется, это тогда, когда зависимость является компонент извне, а не он сам создаёт зависимости на какие-то внешние компоненты. Да, и не только. Ну, ну да, правильно, молодец. Да, у нас получается есть три пункта. Когда модуль сам создаёт объекты, необходимые ему для работы, то есть внутри себя, да? Раз. Каким образом это достигается? Вы помните, есть у нас factory различные, да? То есть специальные вещи, которые мы можем использовать для того, чтобы рождать объекты. То есть не надо делать там new, 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 где-то там разбрасываться объектами. В одном месте, пожалуйста, делайте и создавайте то, что вам нужно. Ещё было бы здорово, чтобы вы делали эти объекты, а ему-то был, да? Ну, это вообще супер. Дальше. Модуль берёт необходимые объекты у того, у кого они есть, да? Это когда, ну, где-то объекты есть, они там родились, да? И мы, в общем-то, оттуда можем это достать. Это у нас речь идёт про, я думаю, вам знаком, сервис-локатор, да? Вот, окей. И третий момент. Ну, опять же, ребятам будет опять знаком, вы с этим очень близко работаете. Это когда модуль вообще не заботится обвывания зависимостей, их его впрыскивают, да? То есть вы помните, dependency injection, да? Вот, когда мы пользуемся интерфейсами и каким-то образом через конструктор или метод, да, всё это дело поставляется модулю. Окей, замена прямых зависимостей на обмен сообщениями. Ещё один практический пример – ослабление связи, да? Как? Ну, всё просто. Типовая задача для этого – это самолёты, да, и диспетчерская. Вот. Самолёты у нас не обмениваются сообщениями между друг другом, иначе был бы хаос. Вот. Нам бы этот хаос, в общем-то, не заводить и в коде, вот, потому что вы не найдёте, в общем, правду, кто это написал. Поэтому здесь используется несколько подходов вам знакомых. Один из них – медиатор в виде диспетчерской, да? Вот. Вот, и медиатор уже знает, что делать с тем или иным сообщением. И есть такой шаблон, всем знакомый наблюдатель. Вот. Когда есть, да, абоненты, кому должно прийти отписку. Окей. Композиция вместо наследования. Здесь, знаете, речь ещё идёт о, в принципе, нашем золотом ООП, да, когда мы очень часто любим использовать наследование. Его нужно использовать, ну, надо, как бы, меру знать. Вот. Есть, как это, бест практики, знаете, есть всякие код-чекеры, вот, например, да? Есть код-чекеры, которые там вам будут ругаться. Эй, ребята, не нужно использовать там иерархию больше там 7 классов наследований, потому что якобы это плохо. Вот. Я думаю, почему? Нормально же. Но нет. Это плохо, потому что вы тянете сквозь всю иерархию какую-то одну определенную, вернее, целое поведение может тянуться, да, зависимость может тянуться. Для этого что мы можем делать? Мы можем для этого использовать замену этого всего. Что это у нас? У нас есть для этого два шаблона. Один вы часто, я думаю, использовали делегат, да, когда мы можем вынести. И есть еще один, ну, я, к сожалению, его как-то… У меня есть композит, да? Вот. Окей. Понятно. Когда вместо большие иерархию нецелетно создать? Я тебе скажу честно, я их делал никогда. Просто думай об этом. Посмотри на иерархию коллекции. Понимаешь? Я сейчас хотел бы рассказать, почему, да, потому что система… Вот меня может сейчас очень сильно понести по этому поводу. Система, да, это как, понимаете, это как вот человек тоже система, так? Ну ладно, чуть позже. Окей. Давайте тогда дальше. Жизненный цикл стройки, то есть то, как я его себе вижу. Уж извините, я здесь рассказываю почему-то свое сейчас мнение по этому поводу и хотел бы услышать вас. Мы работаем в асортинговой компании, да. Зачастую к нам приходят вообще разные люди, заказчики. И на самом деле они в этом не виноваты, что они в IT не разбираются, да. Никто еще не пришел. Ну, я, по крайней мере, такого не видел, который пришел, еще и написал себе. Сказал бы, деньги в карманы вшел. Вот. Поэтому человек приходит за помощью. Мы эту помощь оказываем, да. Вот. Бывают разные люди. Приходят, говорят, мне нужна система, которая будет там помогать, что-то делать в моем бизнесе, вот я выхожу там в электронную коммерцию какую-то, да, или там я строю какой-то там бизнес, там возьмем там пиццерии, да, агрегатор делаю, у меня будет сервис, вот там у нас закрывается, не пользуется, какой-то по доставке еды, да, мы там заказываем, все это дело куда-то рассылается по ресторанам, ну, через там одно приложение какое-то на телефоне, да. Окей, приходит человек, рассказывает про свой бизнес, рассказывает, что он хочет, мы с ним общаемся и понимаем, вообще говоря, куда, ну, то есть у него есть вектор какой-то, да, то есть зачем это ему, да, он рассказывает, он нам говорит свои дальнейшие, возможно, планы, то есть мы узнаем какие-то детали. Пользуясь этими деталями, той же информацией, например, о его финансовой состоятельности, да, это не значит, что маленькие деньги есть, сейчас мы тебя нагреем, нет, пользуясь этими деталями, мы, возможно, поймем, например, на чем нужно строить это решение, да, какой язык программирования выбирать, более выгодно действительно, не потому что вот я знаю Ява, значит, будем писать на Ява все равно, вот, нет, а для того, чтобы построить действительно какое-то решение, которое уйдет потом в продакшн, вот, и какие-то люди в будущем, да, его возьмут и будут доделывать, и когда они откроют, круто было бы, да, чтобы не говорили, о, блин, это белорусы писали этот код, вот, поэтому мы не как там индусы, да, мы стараемся делать какой-то анализ и выяснять, что нужно клиенту. Соответственно, мы делаем какой-то предварительный выбор стэка технологий, на которых мы это дело все реализуем, и делаем выбор в пользу тех или иных инструментов, да, то есть среду, где это все дело будет разворачиваться, да, вот. Прототипирование – это тот самый этап, да, когда вся вот эта вот вещь, которую мы обсудили до, да, вся вот это вот построение архитектуры, когда она воплощается, в принципе, практически в жизнь. То есть это тот самый этап, когда мы еще не придумали всю архитектуру, мы вот в процессе анализа предварительного выбора мы уже что-то себе продумывали. На этапе прототипирования мы, возможно, делаем еще какие-то эксперименты, да, то есть делаем какое-то приближенное решение, проверяем его у себя же, да, еще пока до испытаний, и понимаем, что по основным критериям, те, которые вы здесь тоже помогали нам озвучивать, да, система проходит, все хорошо, и ключевые критерии, которые там нам озвучивал заказчик, они тоже абсолютно подходят. Мы делаем испытания в условиях, приближенных к реальным. Какой-то у нас там стейджинг, да, сервер идет, заказчик тоже может зайти, посмотреть и сказать, да, ребята, давайте в продакшн. Если нет, мы опять идем по вот этому циклу, да, то есть с испытанием мы попадаем в анализ, возможно, перевыбор каких-то там частей, да, я имею в виду стэк может не просто поменяться, да, например, мы понимаем, что нам нужен там еще один модуль написать, да, без которого, например, эта система не жизнеспособна, вот. Опять прототипирование испытания. Вот такая большая работа, которая приводит после, вот, здесь уже до, здесь уже в испытании в реальных условиях уже архитектура какая-то заложена. И человек или там, скажем, команда, да, которая начинает писать, пользоваться, она уже знает про идею, да, про архитектуру этой системы, в общем-то. Вот. Она, архитектура, она не меняется, как бы, ну, кардинально в любом случае, да, у нас может поменяться что, база данных, да, какой-то модуль может поменяться, окей, мы это быстро можем поменять, и на это не потратим много времени. Почему? Потому что там у нас поменялись требования. Хорошо, доработка прототипа произошла, и выход в продакшн. Вот. Это такое вот мое видение построения архитектуры системы, которые не являются, мол, мы сейчас с вами архитектуру построим, вот. Как оно будет работать, я не знаю, вот. Будет оно удалять, я не знаю, но тут месяца два, три, пять мы это все сделаем, вы заплатите, а потом мы начнем что-то делать. Подойдет оно, не подойдет, потом посмотрим. И вы помните, что сейчас мы уже начали работать, ну, уже начали, я так сказал, смешно, на самом деле мы уже давно начали работать по agile, да, мы работаем в скраме, да, все довольны, в том числе, в первую очередь, заказчик, да, и эта схема отлично подходит для заказчика, когда мы можем закладывать все то, что мы говорили раньше, при помощи всех тех механизмов, которые у нас есть, интерфейсы, мы помним, да, связности и так далее и тому подобное, декомпозиция, матушка, да, вот, для того, чтобы построить правильную архитектуру, да. Да, что так сразу нельзя. Вот я хотел бы на этом слайде вернуться немного к вопросу того, достаточно ли… Сейчас, ну, пожалуйста, еще дайте 5 минут, что-то, короче, мне хочется рассказать, вот, рассказать про такую основную штуку, я не знаю, как вы, ребят, но у меня вот каждая задача, каждого проекта вызывает, знаете, такое чувство, да, это рождение какого-то там, я не знаю, нового ребенка, вот, серьезно, вот, и человек тоже, как система, да, он растет, развивается, и проект, он тоже как ребенок растет, развивается, и ты очень так мимимишно к нему сначала относишься, да, то есть пытаешься вот выстроить там эту самую архитектуру, да, объясняешь всей своей команде по поводу того, что за что отвечает, почему так и как это может быть изменено, и почему это не зависит от этого, ну, то есть один там, одна часть, один модуль, да, не зависит от другого, почему мы должны писать так и не иначе, да, вот, поэтому я думаю, что сразу так можно, так нужно, и вы, мне кажется, доставите удовольствие не только себе при таком подходе, а еще и человеку, который, собственно, за это и деньги заплатил, ну, получается, двойная какая-то выгода, да, вам платят деньги, а вы кайфуете, круто же, вот, это все, а еще там есть один слайд, я про него расскажу, да, обязательно нужно в конце каждой презентации оставлять кота, вот, мимимишного, да, для того, чтобы, ну, презентация считалась успешной, вот, спасибо вам большое, ребят, тех, кто немножко, да, я бы хотел бы послушать ваше мнение, вопросы и вообще подискусировать с ним на эту тему, да, потом, после этого саппорт, ну, потому что ты, в этот, в этот момент я всегда прощаюсь с проектом, ну, как прощаюсь, ну, говорим, ну, пока и иду на другой, поэтому, игра закончилась, да, вот, то, ребята, если сейчас еще, вот, есть вопросы, у нас сейчас замечательное время, она называется кофе-пауза, 15 минут точно у нас есть, чтобы замучить этого человека вопросами, лично, слышно все будет, все услышите, так что вперед на кофе-паузу, там, если мы надо, но перед этим у нас есть одно маленькое дело, у нас есть традиция, всем нашим спикерам, да, маленькие суккуленты, это называется, чтобы они росли и напоминали о проекте «Пока тепло», растут они не только, когда тепло, их можно даже не поливать. Это не как-то? А, окей, спасибо большое. Как что-то скажем, спасибо тебе большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.